I have ways of blowing things up Здарова, ребятушки! С вами Ладушки, и поехали сдаваться федералам! Hello, Jack Это гейм-овер? Джек Эристоун, вы теряли больше язычков, чем зарабатывали третьим потребностям, так что Лили сдала вас федералам. Пара-пара-пам. Продолжить. С какого момента? 2 декабря? Хорошо. Давайте так. Я запускаю сейчас новую игру. Посмотрим, как оно будет. Катсцены я буду пропускать. Да, да, мне ничего не остается. Это... Здравствуй, Опа, Новый Год. Можно, пожалуйста, только... Сейчас штаб гаунстаков. Блин, давайте, пожалуйста, мы не будем... Нет! Ладно, сейчас, подождите, ребят. Так. Я не знаю, почему, но у меня пока что карта выглядит так. Она раньше тоже так выглядела? Или... Офигеть, какое здесь длинное вступление. Я сейчас только что сидел, пролистывал, не знаю, минут 20, наверное, потратил, потремился скипывал абсолютно все диалоги. Фишка с написанием письма. Я там выбирал абсолютно рандомно, потому что уже не было сил на это. Пьяный рабочий припарковал свой грузовик так, что заблокировал его сразу нескольким машинам. Когда владелец других готов попросили его отогнать машину, мужчина забрался на крышу своего грузовика и показал псинам внизу заткнуться. Ну что ж. Зато у нас все старые, все на месте. Климзи еще живой. Надеюсь, с ним ничего не случится. Надо будет попробовать Мурадян до сих пор здесь. Я эту тварь еще не отпустил. Я не знаю, отпущу ли. Давайте... Вот... С Климзи... Вот так вот поедете. Двое чуваков сегодня просто не явились на смену. Со всяким лузерами вроде Мурадяны возиться не собираюсь. Дай мне нормального напарника, профессионала. Едет так. Бенедикт Бельмонт. Все, кто ниже тебя по рангу, типа ты с ними не поедешь. Я так понял. Езжайте вдвоем. Посвящались и решили, что никуда не поедем. Лучше в карты поиграем. Свали отсюда сразу. Да. Ну, то есть... Азиатку вот эту я сразу выкину. И второго азиата я тоже сразу выкину. Берешь вот этого, вот этого и едете, я сказал. Все. В карты они, блин, поиграют. Шинни меня бесит. И... Короче, сегодня... Два чувака не пришли. Один из них тоже вот этот вот... Азиат. Надо будет его выкинуть, к черту. От самых-самых проблемных надо будет избавляться. Итак, пьяный рабочий стоит на крыше грузовика. Мощь цену на людей с высоты. Все. Отлично. А ты что сделала, блин? На тебе переговоры. Ну вот, тут музыка в основном справился. На тебе, наверное, тоже в переговоры, на всякий случай. Итак, похоронное... Похоронное бюро. Девушка проникла в хранилище, украла урну с прахом, пытается сбежать. Блин, а квесты те же самые у нас будут? Я на самом деле надеялся, что нет. Я буду скипывать все диалоги. Да, она пытается убить девушку, попробовать найти общий язык с родителями покойной. Так, девушка с урной в одной руке лезет на улицу через маленькое окошко. В виде в копа она кричит, не трогайте меня, пытаясь исполнить последнюю волю своей... своей любимой. Выбежите перехватить на улицу. Подождите, подождите, подождите. Исход каков? От профессионализма полицейского зависит, по-моему, в прошлый... Или в прошлый раз я также облажался? Я не помню. Ладно. Окружная дорога. Мужчина в полицейской форме стоит на въезде, тормозит всех подряд. Да, задания точно такие же. Отправляем этих ребят. Сейчас посмотрим, что да как. Попробуем в скоростном режиме все это пройти до какого-то места. Но в этот раз, наверное, я буду немножечко поосторожнее с кадрами. Во-первых. Во-вторых... Че мне с мурадяном-то делать? Алкоголик и непрофессиональный чувак. Так. Приказать сдаться. 573 complete. Молодец. На тебе скорость. А тебе стрельбу. Так, хорошо. Завершить день. Почему день в 21 завершен? Ладно, пофиг. Один преступник скрылся. У меня осталось 7 язычков. Здесь 7 язычков я купить могу. Готхорна. Короче, в любом случае... Рубара. Посмотрите на чувака. Гудвин вообще. Так. На самом деле... Вот это смотрится как что-то неплохое. Я буду нанимать сейчас всех подряд. Мне нужно как можно больше расширить штат. Вот. Куросаву надо будет уволить нафиг. Чего, блин? Ладно. Не будешь работать каждый день. Хорошо. Будешь работать через день. Фиг с тобой. Далее. Завершить день. Чекпоинт. Пойдем чисто по квестам. Я перебрал с выпивкой. Едовольно смогу работать. Продолжить. Ладно. Ночью ко мне из рипна. Нежно наглянул друг в детстве. Семья у него из дома. Очень некрасивая история получилась. Вы поговорили до утра. Кажется, он серьезно намеревается покончить с собой. Не думаю, что стоит оставлять. Я возьму отгул. Хорошо. Тебе можно. Да, да, да. Ты, скотина, еще свое допрыгаешься. Так себе у меня команда. Но ладно, поехали. Разбираем. Начать день. Я не помню, на какой он там день появляется. На четвертый, на пятый. Вот этот вот дебил, которого надо убить. Вот, Курасаву надо будет. Тоже, если он сейчас будет бублить сильно, я его отправлю нахрен. Так. Тут надо. Вот ты поедешь с этим. С этим, с этим, с этим. Пожалуй, мужчина хотел взять кредит на убийство собственной жены. Сорок лет брака. Она мне до ужаса надоела. И так понятно. Поехали. Ну, пока что он ничего не это. Посмотрим. В прошлый раз он велся так же отвратительно, как его-то азиатская девушка, которую я выкинул. Но, вроде, пока что... Так, хорошо. Вишу и задницу в раштаны заломать старика. Это плохая идея. Я не буду этого делать. Подкрасться. Старик вырвался из рук копа. Сбросил штаны и побежал к выходу. Выстрелить из тазера. Выстрелить в воздух. Гнаться. Блин. Догнал. Арестовал. Видите, он начал выеживаться, придурок. Его можно брать с собой как дополнительный вес из-за опыта, но... Так. Вытащите обыскать. Хорошо. Винди Пьер До. Услышал два громких выстрела. Это машина была. Йети. Там нет ничего. Это я помню. Блин, жалко, квесты не варьируются. Подснежник. Мы обыскали труп, ни документов, ни денег преминировал. Так что мы сняли с него ботинки. Они, вроде, неплохо сохранились, так что... Угу, угу, угу. Ботинки. Ясно, мне нужен склад. Так, эти... Придурочки вернулись. Короче, не знаю. Я вижу, как во многих аспектах игра крайне несправедлива. Но я хочу посмотреть, получится ли все это переделать. Кто-то украл, видимо, книтофон из дома. На. Едь. Бесполезный. Чисто примешь вызов. Подождите, перебрал с выпивкой. Это же не значит хронический алкоголик. Сейчас посмотрим. Я в прошлый раз Муродиана скинул, потому что я думал, что он хронический алкоголик. Посмотрим. Да, кстати, стрельба. Вот. Это ни о чем было. Поехали. Женщины украли коляску, пока она с плачущим грудным ребенка на руках забрала старшего сына из детского сада. Поехали. Пока есть возможность, попробуем качнуться немножечко. Там, по идее, мустор должен разрулить, и эти ребята получат вдогонок просто за то, что стояли там рядом. Ехать на перерез. Убросил коляску и побежал в узкий переулок из тазера стрелять. Да, по десяточке хотя бы получили. Нормально. Скорость. Хорошо. Нужно пока что расширять парк полицейских, как только возможно. А бармен, пожалуйста, на старика-инвалиды, который стоит возле входа в пары, продает самодельный алкоголь. Пусть с ним и осторожнее. Кажется, он лишь прикидывается инвалидам. Понял тебя. Так, флауэрпот, вставай. Так, расследование. Открыть расследование. Подождите. А, розовая жвачка. Все нормально. Сантехник или пацан? Ну, да. Надо будет на следующий день. Да-да-да-да-да-да. Туалеты, пожалуйста. Нормальные всем сделайте. Будет такое. Заломать. Инвалид пихом у копа костылем. Вдруг свихнув поезжал прочь. Выстрелить. Арестовываем. Пока есть возможность... Да, тратим тазер. Всякое такое. Но пока есть возможность заработать себе хорошие поинты. Зарабатываем. Получаем себе копов. Ну, потому что вначале самое простое сделать. Потом будет, естественно... Тут вымотанный весь. Бельмонт. Годхорн. Климзи. Так, хорошо. Первый день закончен. Ну, второй типа. Одиннадцать язычков получил. Ни одного минуса. Задний, что уже офигенно. Двадцать четыре. Как я должен был получить двадцать четыре? Извините. Давайте, наверное... Может, Джейкоба. Холли с... Блин, у него хуже статы. У него меньше опыта. Но у него с собой флешка есть. Я возьму Джейкоба. Потому что он дешевле. Возьму баллончик. Он дешевле и он лучше. То есть тут это не работает. Что чем дороже, тем лучше. Самый дорогой обычно самый классный. Да. Посиди пока что. И ты посиди пока что. Завершаем день. Чекпоинт. Чекпоинт. Так. Лимс не пришел на работу. Красавчик. Мой парень подарил мне книгу Шона Линча. Инструктора из полицейской академии Герлинсберга. Буду читать ее весь день. Вы не против? О чем книжка? Про искусство переговоров с преступниками. Надеюсь там будет много практических советов. Да, ладно. Читай. Да, да, да. Иди в задницу. Хорошо. Продолжить. Сами пусть выбирают. Так. Мне нужно назначить... Сантехник. Это сделал не сантехник. Это сделал школьник. Я сантехника даже рассматривать не буду. Все. Да, давайте. Может он и виноват. Но игра складывается так, что... Вот теперь все нормально, кстати. Выглядит. Игра складывается так, что мне проще... Обвинить этого. Знаете сюда проникновение? Давай. Поехал. Откроешь дело. Вороший парень с щелком на голове. Хотел ограбить панк. Охранник разглядел, что пистолет в руках грабителя. И грудь не открыл. По преступнику огонь. Парень выскочил на улицу. Какой молодец. Стараемся не косячить. Это просто задание максимум на сегодня. Не косячить. Мистер Нэш, я приболел сильно. Даже не могу. Нет. Не приболел ты. Ты прибухнул. С щелком на голове садится велосипед, что стоял возле банка. Таранить. Ну, это примерно вот так вот. Патрульная машина протаранал в спектре. Преступник упал прямо под колеса автомобиля и погиб. Но, как говорится... Это полиция. 5.30 в прогрессе. Так, хорошо. Крупный мужчина перехидал руку на зеленый. Чуть не попал под колеса машины. Да, да, да. Это с подростками. Держи, Мустар. Поехали. 5.11 в прогрессе. Хорошо. Темный седан сбил мальчика, который перебегал дорогу. Пытался скрыть с места преступления. С Плауэрподс поехали. Плауэрподс от нас уйдет, если мы убьем этого дебила мелкого, да, который... Ладно. Успокой всех участников конфликта. Успокойте. Отправите их в участок. Отлично. Надень, переговоры. Красавчик. Темный седан с пробитым колесом резко остановился на обочине. За тонированными стеклами ничего не видно. Включить сирену. Он включил сирену в патрульную машину. Темный седан с пробитым колесом сорвался с места на водителя. Не справился с управлением. Влетел в стоп и вылетел через злобовое стекло. Оказалось, за рулем была девочка-подросток. Она умерла, не приходя в сознание. Ах, какая у нас сегодня летальная серия. Люди гибнут. А полиция от этого только в плюсе. Хорошо. Ну, то есть, у нас же не считается... Если этот преступник погиб при... Ну, тот, кто считался преступником. Так, директор завода увидел из окна своего кабинета, как кто-то испражняется на его старенькую машину. Поехали, ребят. Так, мужчина пришел забирать своего сына из школы. На место этого начальника начал домогаться к молоденькой учительнице. Поехали. Так, старик с спущенными штанами. Выстрелить в воздух и заломать. Копа пытался заломать старикан. Тот вырвался, запутался в собственных штанах и неудачно упал с каждого капота. Машина асфальт. Преступник не дышит. Кажется, он сломал себе шею. Это просто... Это какой-то оверкил сегодня. Серьезно. Это не полицейские. Это ангелы смерти, куда они приезжают. Там везде трупы. Какой-то просто театр абсурда. Как? Так, хорошо. Заломать, использовать шокер. Заломать. Давай. Да. При видеочилок голову теряю. Был такой. Держи тебе стрельбу. Тебе скрытность. Секрет розовые жвачки. Открыть расследование. Недостаточно. Надо еще. На следующий день отправлю еще. Так, ну что ж. Расследование. Открыть расследование. Вот этот вот мужчина в балахоне. Номер два. Нам нужен будет как раз мужчина в балахоне. Тоже не будем тратить на это. Четырнадцать. Отлично. Челмики. Челмики. Реально, откуда мне взять двадцать четыре? Короче, в чем прикол? Если они не стакаются, знаете... Я могу продать? Продать я не могу. К сожалению, копа. Ну, то есть, я бы взял, например, Эткинса. Она офигенный коп. У него очень много скиллов. Ну, откуда мне взять двадцать четыре? Давайте берем крутого чела. Берем, наверное, тазер дополнительный. На следующий день у нас пойдут... Вот этих двоих, наверное, на расследование отправлю. Музыка сидит дома. Пусть отдохнет. Эти тоже пусть двое сидят дома. Далее. Завершаем день. Музыка. Двадцать пятое. Давайте еще один день проживем. Вот в таком формате. Не пришел на работу. Устал? Ладно, сиди дома. Я перебрал с выпивкой. Продолжить. Выхожу я утром из дома. Не успел даже дверь закрыть, как в дом, откуда не возьмись, запрыгивает енот. И не просто енот, а поцелованный вовосом енот с рыжей кисточкой на хвосте. Вы знаете, так что придется сегодня весь день на ритуал очищения потратить. И вы сами понимаете, как сложно. Кору испанского кедра с бокалейной лавки не купишь. Придется в контрабан... контрабанистами ехать. Хорошо, работать сегодня не смогу. Но не хочу же, чтобы у меня сердце становилось... Нет. Работать ты сегодня будешь, дружище. У меня для тебя плохие новости. Работать ты сегодня будешь. Назначить... Кого хочу назначить? Давай, вот... Сантехник, вот, школьник. Как раз вы вдвоем и поедете. Назначили одного копа на одно изросление. Если оставить все как есть, то сегодня по нему не будет никого поразоваться. Нет. На тебе тогда. Продолжим. А-а-а! Сюда, в смысле? Вот, вы про это расследование? Да, вы правы. Климзи... И вот ты пойдешь... Брат Флоры, мужчина в балахоне. Поехали. Блин, пять полицейских отдал. Ладно. По идее, должен бы выкрутиться. Половина команды уехали просто. Вик Дюваль, мистер Нэш... Да, вот, кстати, снайпера мне дали. Наконец-то. Нет. Еще чего. В прошлый раз было нет, и в этот раз тоже будет нет. Все нормально. Хорошо. Ну, пожалуй, женщина устроила скандал в очереди. А, да-да-да. Это я помню. Старуха там сейчас скандалить будет. Мы ее сейчас убьем, скорее всего. Мне кажется. В прошлый раз убили. Посмотрим, как будет в этот раз. Хорошо. Бабушка застала внука за нас... Держи. Сам съездишь. Справишься. Так, хорошо. Тащите старушку силой. Напомнить женщине, что она не единственный в банке клиент. Сказать старушке, что она могла поранить других. На этой курице старается перекурка аж 10 минут. Вот я и долбанула по стеклу, чтобы обратить ее внимание. Вы могли поранить других людей. Признала, что вела себя неразумно. Окей, это, по-моему, не та старушка, значит, про которую я думал. Хорошо, что все так закончилось. Удалось ее уговорить. Потому что убивать старушек, ну, такое себе. В общем, вот эти вот тела, которые выпендриваются, их можно использовать в расследовании нормально. Автомеханик, который пришел на работу в последний день перед выходом на пенсию, угнал дорогой кабриолет. Розенкранц, разберитесь. Дорогой кабриолет. Да. Наблюдать. Женщина, это ведь просто... Так. Это плохая идея, подкрадываться к ней. Значит так. Снять преступницу снайпером. Ага. Заломать. Что, блин? Напоролся на серп. Преступница сбежала, пока коп истекал кровью. Как глупо потерять одного из своих лучших работников. Почему я со снайпером не поехал на эту? Как, блин? Ты такой опытный чувак. Ты же, черт побери, полицейский. На тебе на церемонию 100 баксов. Фиг с тобой. Перекрыть дорогу патрульной машиной. Ударил по газам. Ранил розенкранца. Офигенно пошло. Спасибо. Спасибо, блин, игра. Я просто... Просто собака в шоке. Охренеть. Забейте. Женщина увидела, как молодой парень издевается на собаку. Никто на собаку не издевался. Он с ней просто играл нагеть просто. Про бабку с серпом я помню. Но там вроде все нормально. Закончилось и без снайпера. Я не думал, что это будет... Почтовое отделение. Штатильные почты захватили... Вооруженные люди. Как только эти хмурые мужики переступили порог, я понял, что беда. Один из них уже приходил, требовал посылки от своей сестры. Он на скандер рвался. Проверьте. А у нас на его имя в жизни ничего не приходило. Короче, я им крикнул. Сейчас подойду. Бегу на склад. Дверь запер. И как? Ну, этих хмурей сразу сообразили, что к чему и давай дверь ломать. Я пока одно окно разбухшее открыл. Слышал, как они что-то про инструкцию для вызова лесного духа орали. Ох, блин. Обещали пристрелить как собаку, если хоть пальцем ее трону. Из окна вылез, пока рванул. Отправить. Поехали. Обычно рядом с местным преступлением можно выцепить несколько зевак и получить этих полезную информацию. Помогать копам даром они не хотят. Поэтому мы иногда берем с тобой что-нибудь из вещтоков. У меня есть аудиомагнитофон. Консервы. Вот этого, кстати, не было. Нет, новое. Кого я тебе сюда отправлю, придурок? Так, столько обращений с животными. Какого же жестокого обращения не было. Успе вернуться, Аранович, блин. Аранович у нас последний, кто остался. Прикиньте, если там 330 не хватит, там хватит. Едь скорее, пожалуйста, дружище. Мужчина утверждает, что к нему в доме взрослые лесные духи. Они хотят украсть душу. Помню. Так. Коп прибыльное место и готовится к операции. Продолжить. Вот этого реально не было. Так. Обменять. Вы там в участке херни заняты? Тут хмыри со стволами разгуливают по улице. А твои орлы чмырят меня за то, что я тихо с погоной в мусоре копаюсь. Вы что думаете? Я это от хорошей жизни? Да жрать нечего. Твоего кортава, что меня лицом в капот шмякнул, чуть не вывернуло. Когда я ему рассказал, что недавно крысу жарил в парке, чтобы от голода не сдохнуть. Короче, давай. Так, ты мне банку паприки и без всяких вопросов, зачем она мне. Откну тебе носом в карту. Сразу поймешь, где твоим ребятам пройти, чтобы они не пошли прям на корм. Так, хорошо, давай. Эти хмыри сначала крутились на почтном складе, но сейчас что-то ищут в отделении. Так, чтобы в лоб не лезть, а со склад зайти. Вот они обосрутся. Там недалеко от мусорки ходит говню, который меня шуганул. Носатый такой, подкаруль его и у памятника поправим мусорку как следует. Своим орланом скажи, чтобы не трогали меня больше мусорки отныне. Так, хорошо, я тебя понял. Гидеон Электрик. Нет магнитофона. Ну, тогда закрыть. Так, и пенсионерка. Этот дом достался мне от Дороти, матери моей покойной двоюродной сестры Арлин. Дороти умерла от него не шесть лет назад. Так случилось, что я была ее единственной родней. На кухне тут большие окна как раз на почту выходят. Телевизор я не люблю, поэтому смотрю эти окна, когда готовлю. Каждый день столько интересного замечаю. На днях, например, дикая собака напала на почталь. Она разобрала ему сумку с писем и бегала с пачкой консертов в зубах. Дикая собака разносит дикие щита, как я хохотала. Вот сегодня я хотел сделать свой все-таки пирог, но оказалось, что нигде нет консервированных персиков. На. Хочу главное сказать. И почтенному нашему верить нельзя. Он вечно рассказывает, что посылки то теряются, то задерживаются, хотя я вижу почтовую машину каждый понедельник и в метели в гололед. Думаю, он привирает, чтобы посылки вскрывать без спешки, если там есть что цена себе прикарманивает. Мне писем давно не пишут, но миссис Хьюбертс с соседней улицы утверждает, что почти лёг выучил с посылки золотые серёжки, которые старшая дочь на юбилей выслала. Знаете что? Ты мне так угодил с этим персиками, что хочу поделиться с тобой рецептом моего фирменного пирога. Дай дома жене, она разберётся, что делать. Ну, хорошо. Поехали. Но вот этого я не ожидал. Вот это новое, кстати. Так, флауэрпотс, ты можешь 4 взять себе, да? Лучше прячутся. Харёк, обязательно. Тратит на действие, может скрыт на перенесе, сейчас под носом противника весь оставшийся ход. Подожди. Дальше видеть, обязательно. И может быть взломщика. Давай так. У тебя будет харёк, у тебя будет небольшой шанс тому тратить все свои действия. Так, подожди, полицейский допрашивает арестованного. До поднятия тревоги полицейский может взять преступника на мушку и обездвижить его на один ход. Да, давай. Давай вот это. Мне не нравится, что у меня только двое людей пошли на это задание. По крайней мере у меня есть снайпер. Нейтрализовать всех подозреваемых. Так. Так. Почему у меня нет опции снайпера? Давайте прячемся за машину. Ну, на его нафиг. Почему это полуприк? А, потому что у него нету... Подождите, я же брал с собой... Я не взял с собой снайпера? Я настолько дурак? Так, меня пока не заметили. Так. Так. А, пока не заметили. Субтитры сделал DimaTorzok Попробуем обойти Он меня не увидел, да? Я надеюсь Раз, два, три Поэтому можно сейчас только стрелять Аккуратно заходим Я не вижу смысла брать пленных Тратить тазеры и всякое такое Блин, их там до жопы просто Раз, два, три, четыре Хочу ли я тратить Давайте попробуем Нормально, минус два Они на четыре хода обездвижены Нет, тот на три хода Но к этому я быстрее доберусь Зачем ты вылазишь из укрытия Когда по тебе стреляют 580 Там останется один придурок, да? Я, честно говоря, не особо хочу заходить Пока что Давай конец хода Так, я понял Гасим 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 А, это все? Окей Я думал, что он там до сих пор Победа, прикиньте Вместо обеда Арестовано четыре Убито два Убито всего лишь Это те, кого я ножами поубивал Остальных мы арестовали Потому что мы их подстрели Офигенно Так, одну очко Хорошо В этот раз пошло гораздо лучше Давай в интеллект В этот раз пошло прям Не, ну, конечно Мустер, да, очень глупо потеряли Но, по крайней мере Да, ну, вы понимаете, о чем я Подождите Так, там же ж новых этих не появилось И тут только одна новая фотка Блин, надо будет хороших сыщиков Тут отправить Тут нормальный фоток нарыли Милочку Если я проваливаю Вот это вот тактическое задание Я получаю минус 15 Если А Дюваль с кем ездил? Почему Почему мне не было снайпера? С кем он ездил, блин? Так, попытка ограбления Нифига не было Все, это последний вызов Он сейчас возвращается Хорошо, завершаем день 27 Мне насыпали 17 Я могу Дольче взять Плейнвью Который я хотел в прошлый раз купить Вот раз недоступен Давай Дольче Сладкий Возьмем Карик И возьмем Шокер И нажмем Далее Сейчас Кто у нас там на завтра будет? Вот ты, ты, ты Ты, ты, ты Вали нафиг Может Арановича еще взять Назначить на расследование Потом уже пусть идет Отдыхает Да, ладно Я не буду работать каждый день Да Хорошо Завершаем день Думаю на этом тогда серию тоже завершаем Ладно В таком ускоренном темпе Мы немножечко Двигаемся Чуть-чуть по-другому На этот раз Что-то лучше Что-то хуже Посмотрим, как пойдет Пока что, ребятушки Спасибо, что были с нами Всем удачи Добра по правам Всем молодших Всем покеда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok